здравствуйте друзья я продолжаю проходить игру зверополис расследование хоббс мы уже дошли до 11 дела я даже не знаю как она будет называться но сейчас узнаю день сурка называется это прям как на зоне одного фильма возможно вы его видели я его видел по первому каналу давным-давно офицеры ограблен ломбард принадлежащий одному сурку не вопрос капитан мы этим займемся офицеры ограблен ломбард принадлежащий одному сурку уго у меня дежавю это не у тебя даже view а магазин ограбили несколько раз узнаете почему это происходит не вопрос капитан мы этим займемся ха-ха я тоже повторяюсь все мы уже идем там что-то еще осталось после первого ограбления что можно еще раз ограбить вот что на самом деле удивительное разбита витрина первая улика сломанный кусочек пластика похож на медиатор испачканная бумага по-любому тоже тоже улика испачканный список ожидания и наконец номер 5 вот он но это не улика просто сцена пройдена три улики нашли бомбард приносит много всякого добра будьте осторожны иногда она оказывается не добрым спасибо овис у меня опять доживю или это тот же самый ломбард родни и да и нет родни арестовали а магазин купил фил и перенес его сюда на площадь сахара значит я все-таки не схожу с ума во всяком случае это не симптом давай сначала осмотрим разбитую витрину прямо классическая сцена ограбление ломбарда а эти кусочки пластика надо собрать и посмотреть что это такое а еще надо прочитать этот список ожидания но он весь испачкан с этим тоже надо разобраться сколько дел трудимся как бобры будь я бобром я бы сейчас обиделся морковка недавно я пересмотрел этот мультик зверополис даже по второму разу он ощущается очень даже классным излучим сломанный кусочек пластика что нам он расскажет что нам это даст сломанный кусок пластика оказался медиатором для гитары уфта я угадал надо потом изучить его в лаборатории но сначала мы вдарим рок в этой двери хотя я уже не музыкант пошли в лабораторию а ты была музыкантом это что-то новенькое что-то новенькое тебе узнаем исследуем итак изучим испачканный список ожидания что значит список ожидания и так алеки-малеки снова мы очистили список ожидания тут написано что в тот день там была мария мария водитель лимузина тэдди две тонны такая страшная страшная не замечала ты ее боишься нет конечно я не против если ты с ней поговоришь и раз уж мы заговорили о разговорах давай сначала поболтаем с филом владельцем ломбарда он не такой страшный никакой страшный какой не страшный что ж поговорим с филом что он нам расскажет рост кепка без метра вес пренебримо малый глаза круглые вид сурок дуга и нервный я думал это бобер но он сурок ты можешь нам рассказывать рассказать что произошло в день преступления я что не я ничего не помню я вырубился вроде как торчал магазине игра на гитаре а потом все следующее что я помню что я ничего не помню но это не слишком полезно давай вернемся на место преступления еще раз все осмотрим и не забудь нам надо поговорить с марией а я не забыл я просто очень не хочу этого делать почему ты же сказал что не боишься тогда почему боишься почему не хочешь и так посетим главную витрину сначала найдем там еще улик золотые слитки валяются это даже не улика так обычная вещь куча бумаги наверняка это улика так и есть страницы книги ломик блин вижу вижу и веревка где-то здесь была вот она а вот шарф вижу и шарф давай разложим эти разбросанные страницы по порядку интересно что случилось с этой книгой она совсем расклеилась браво морковка морковка тоже умеет каламбурить что ж поговорим с марией пожалуйста привет мария рада тебя видеть по имя было списка ожидания в ломбарде филом что тебе там было нужно а кто спрашивает как-то мы полиция хотела прикупить гитару пару старинных монет что с того илана тоже там было ее допросите кстати где твой мелкий друг лис ха ха спрятался прячется у меня за спиной он вылезет когда ты уйдешь новый подозревание мы илана мария килона кинула на нее стрелку давайте же изучим старинные страницы книги путем сканирования ухты появилась книги из этого вот титульная страница книги она называется бой с тени руководство сурка по управлению страхом пил без срок спорю на мороженое что это его книга я знаю ты обожаешь мороженое пошли поговорим с филом но нам так и неизвестно стало ли хоббс спорить может она не стала что ж поговорим сначала с ланой мария уже ушла ну ладно илана привет я слышал ты была в ломбарде зачем хотела что-то купить и или заложить наверное зачем еще в лобард ходят что за глупый вопрос сегодня все-таки раздражительный и что детектив овис укусил а что детектив овис тоже раздражительный я как-то не заметил итак поговорим с филом фил мы нашли в твоем ломбарде большую часть страниц книги большую часть страниц книги под названием бой с тени руководство суркам по управлению страхом мы можем поговорить об этом я кстати сказать реальные сурки в природе выглядят примерно так ну в принципе похоже не правда ли спасибо яндекс поиску за помощь что не кстати возвращаемся к игре я я не могу об этом поговорить об этом говорить это слишком страшно я вообще очень верный и надеялся что книжка мне поможет но я так разволновался что сгрыз все обложку такие минуты меня может успокоит только моя коллекция старинных монет спасибо фильм сейчас мы очень медленно пойдем к выходу ты главное не пугайся то есть они узнали что он нервный и теперь на решили его не беспокоя кстати было бы неплохо если в качестве подозреваемых у нас начали фигурировать лисы и кролики а то как-то еще ни одного не было ну просто так а то получается преступниками подозреваемыми могут быть кто угодно только не они и так закончим исследовать разбитую витрину с витрины взяли только старинные монеты ты понимаешь что это значит подозреваемый путешествие путешественник во времени которому нужны деньги и его эпохи извините которому нужны деньги его эпохи ну или нумизмат еще на витрине найден обрывок короткого меха понимаешь на что это указывает на то что у преступника короткая шерсть подозреваемый путешественника из далекого прошлого и у него короткая стрижка такие вам это подходит под бобром у него короткая стрижка они все собирают ладно ну каам посмотрим подозреваемый коллекционирую старинные монеты почти все кроме вот этой иланы это делают ладно теперь мы закончим исследовать медиатор ребят этот медиатор был использован чтобы в дарит рок причем лично мной я разучил убойное слово в приложении как дарит рок кстати если вам интересно как выглядят реальные прототипы как тяузера леопарды то вот так спасибо как говорится яндекс поиску за помощь а мы возвращаемся к игре есть специальное приложение я себе поставлю и так теперь мы знаем что подозреваемый играет на гитаре а как тяузер рвет струны не только когтями играет на гитаре оказывается бобер играет и леопардиха играет даже откроем часть 2 нашего дела бомбард фило опять ограбили время летит как кривая стрела а когда стрела бумеранг это уже не стрела бумеранг есть о чем подумать ну он как всегда билиберду несет кто там в третий раз туда ломанулся в этот ломбард лично я думаю что нам надо как следует осмотреть ломбард а я думаю что детектива офиса мне никогда не понять а вот так выглядят детективы офисы в реальности ну то есть лошадки возвращаемся к игре новое место преступления полка витрина что там три раза нашли подряд эти грабители сделаем себе ускорители улучшатели бустеры возьмем раз деньги есть на это что больше очков заработать вижу на фиорсток блендер так бумажник все больше ничего не вижу драгоценность какая-то а вот карточка разорванная визитка пузырек с таблетками тоже на ролика так есть и наконец драгоценность где же она а вот мы почти целую звезду заработали благодаря улучшателем луч ускорителем бустером это разорванная визитка может оказаться ценная улика если мы и склеим а этот наполовину полный пузырек с таблетками надо отправить лабораторию для анализа а вот так ник вайлд выглядел бы в нашей реальности если бы он жил в нашем мире так выглядят реальные лисички вот этот больше всех похож наверное смотрите как рот открыл ладно возвращаемся к игре так о ник ты сказал наполовину полное место полу пустое ты делаешь успехи ты наполовину провал день сурка а я понял почему день сурка потому что срок там владеет это магазином этим исследуем пузырек с таблетками и изучим разорванную визитку сейчас отсканируем и она станет целой как всегда мы склеили эту разорванную визитку она принадлежит профессору ральфине профессор ральфина хотите узнать как выглядят зебры в реальности вот как в нашем мире профессор ральфина выглядела пример выглядела бы примерно так ну они конечно все голенькие наверное в мире зверополиса и бы всех тоже сочли гнудистами ладненько возвращаемся к игре ага ах да ральфина какое распространенное имя давай с ней поговорим а еще в зверополисе звери стоит не на четвереньках ходят на задних ногах тоже важное отличие поговорим с ральфиной большой ученый рост мне ральфина почему ваша визитка оказалась в ломбарде о так вот я ее потеряла у меня всего одна осталась много раз пыталась сделать новые но каждый раз мое имя пишут с ошибкой и приходится их выбрасывать странно имя очень распространенное вот именно в общем я была в ломбарде потому что интересуюсь старинными монетами общей ой простите ради бога у меня аллергия будьте здоровы у вас к ноге прилип какой-то обрывок черной ткани можно мы его возьмем странно берите конечно вообще пухты мы получили улику прямо из разговора это что-то новенькое я рад что в игру вводят что-то новенькое потому что раньше мы улики получали только изучая изучая ну места преступлений а тут вот из разговора это я рад что не что-то новое вводит а то как-то однообразненько изучим эту улику расправили ее как бы этот кусок черной ткани обрывок спортивного костюма может фил знает как это попало в его магазин есть только один способ это выяснить надо посмотреть в интернете или спросить у смолфила и надо обыскать ломбард еще раз и еще и еще если понадобится скоро этот ломбард нам будет снится посетить главная витрина крупнее ладненько еще улик поищем под найдем так все понятно флажки тоже мешочек такой это и есть улика видимо на вот небольшой сверток так этот небольшой сверток выглядит интересно надо покупать в этом направлении и раз уж пошла такая тема то вот как джуди хоббс выглядела бы в нашем мире вот такие кролики в реальности кстати знаете чем кролики отличаются от зайцев у них меньше уши они чаще живут группами а зайцы больше одиночки учен кролики рождаются слепыми и безволосыми а зайцы с шерстью и зрячими но вернемся к игре этот небольшой сверток выглядит интересно надо покопать в этом направлении вы кролики любите копать это так мило да уж они любят и кролики кстати живут в основном норах а зайцы в гнездах так что он прав кролики действительно любят копать такие дела поговорим же с филом что он нам расскажет фил мы нашли этот кусок черной ткани от спортивного костюма в своем магазине без обид но ты как-то не похож на спортсмена я ты каждый раз это говоришь на уж он не немногословен я я не торгую испорченным товаром так что это не из моего магазина люцией ко мне недавно заходил в черном спортивном костюме поговорите с ним люцией а это кто похоже на ласку но сначала мы изучим этот небольшой сверток скорее всего мы что-то найдем что потом еще будем изучать нет сверток оказался упаковкой бумажных носовых платков что ты думаешь по этому поводу не важно что думаю я важно что подумает как тяузер ну вот я же говорю теперь мы это еще и изучать будем так и так поговорим же с люцием кстати люция оказалась не не хорек как я думал и не ласка а выдра и все его характеристики это чувак 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 вид выдра и все остальное чувак а знаете как выглядят выдры в реальном мире вот как на мой взгляд довольно симпатично так и хочется погладить только не знаю кусается ли они но вернемся к игре если кусается то лучше наверное не гладить люцией в ломбарде нашли обрывок черной ткани от спортивного костюма чисто случайно от твоего костюма недавно не отрывались большие куски чуваки это исключено люцией всегда в хорошей форме одет за иголочки люцией должен хорошо одеваться чтобы снимать свои видео уроки видео уроки ага люцией был в магазине искал там гитару для видео уроков люция люцией играет на гитаре он в отличной форме и всегда хорошо одет ащи тоже чихает а еще у него аллергия со времени со всеми подозреваемыми одна и та же история давай вернемся на место преступления и поищем новые улики не считает что это отличная идея и их согласен то есть он решил перед разнивать люцией говорить о себе в третьем роде в третьем лице правильно в третьем лице ну давайте посетим прилавок ломбарда уже этот ломбард вдоль и поперек излазили так вот автомат вижу мы тут уже были чувствую знакомое место да проволока кольцо ну немножко изменилось конечно мусор теперь другой всякий хлам теперь немножко по другому другой да где же эта штука а вот она испачканная лист бумаги по ходу и там ноты с аккордами этот лист бумаги в пятнах мог бы нам о чем-то рассказать если бы мы могли его прочитать почисти его будешь нашим пятновыводителем смешно правда потому что она будет чистить поэтому она пятновыводитель поэтому это смешно что ж изучим испачканный лист бумаги этот лист бумаги ноты для гитары ну я же говорю даже без всякого изучения я это понял песня под названием голодные слезы временного работника неплохое название но я не умею читать ноты давай отнесем их к октябзеру ну опять коктезер заваливаюсь его прямым материалами уже три улики одновременно исследует он итак закончим исследовать пузырек с таблетками ребята этот пузырек с таблетками средства от аллергии да, помню, когда мы общались с некоторыми подозреваемыми они почти все чихают вот этот пузырек помогает от аллергии нет, от аллергии помогает не сам пузырек, а таблетки подозреваемый страдает от аллергии я бы не стал делать выводов заранее может он ей наслаждается ха-ха-ха это ссылка на анекдот такой там, вы страдаете там от того-то нет, я этим наслаждаюсь ну, например вы страдаете от извращений? нет, я ими наслаждаюсь тот вариант, который я слышал ну, а тут вместо извращений аллергия и закончим исследовать упаковку носовых платков тоже, кстати, в тему наверное, для этого им нужны носовые платки потому что у них аллергия ребята, я внимательно изучил носовые платки и решил, что они принадлежат Марии и что тебя навело на эту мысль? неужели надпись Мария на упаковке? хе-хе-хе наверное, да именно я так и думал а выглядит как обычный покупной пакетик да, неужели кто-то подписывает их и так, закончим исследовать ноты для гитары ребят, я посмотрел на эти ноты песня совершенно улетная оцените, какой запел дидл-ди, дидл-ди, дидл-ди хе-хе секунду у меня есть идея Илана, временные работники песня про временного работника так что дидл-ди, дидл-ди дидл-ди ар-ар-ар да, очень понятно ага теперь нам надо говорить с Марией и Иланой ну начнем с Марией наш лисенок снова будет ее бояться кажется нет на этот раз он не прячется Мария, мы нашли твои носовые платки на месте преступления хочу сразу заявить, что мы ни в чем тебя не обвиняем мы очень не хотим тебя разозлить, но все же, как они там оказались? я ношу с собой носовые платки потому что в этот сезон у меня аллергия спасибо, что нашли мою коробку можешь ослабиться, Ник а, да и тебе спасибо, Мария спасибо, что не разозлилась но раз у тебя аллергия значит ты тоже под подозрением и поговорим с Иланой с землеройкой кстати это навело меня на мысль, что мы еще не смотрели, как выглядят реальные землеройки а выглядят они примерно так на мой взгляд, похоже на маленьких мышек только с удлиненным носиком как видно, подпитаются этими насекомыми о, какие маленькие видимо, это дичоныш но вернемся к игре Илана мы нашли на месте преступления эти ноты для гитары это принадлежит тебе, да? и что с того? когда ты временный работник и сидишь без денег у тебя полно отличного материала для депрессивных песен хоть какая-то радость с этого да и о чем еще писать песни о коллекционировании старинных монет и моей аллергии это никому не интересно как раз напротив Илана это очень интересно ну да все подозреваемые похожи друг на друга своими интересами и болезнями оказывается ну это конечно, чтобы было сложнее понять, кто виноват и так откроем третью часть дела ламбардский ла опять ограбили ну надо же опять но это ерунда по сравнению с настоящим грабежом вселенского масштаба у нас отнимают время и еще парковочные места иногда что-то мне кажется этому коню надо в это самое провериться у психи... хотя бы у психолога а то может быть у психотерапевта или даже у психиатра такую бред он такую бред он несет детективовец вы только что вынесли мой мозг да было бы там, чтобы носить давай вернемся и поищем еще улики то есть она заметила, что у лиса нет мозга или мало так, прилавок ломбарда крупнее жестоко жестоко со стороны крольчихи такое сказать о своем напарнике как по мне таблетница вот наверное, да? ух ты не грязную пластиковый контейнер клещи 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 галстук вижу видеокассета точно будет уликой окей, запись в видеонаблюдении так, где же клещи подскажите нам вот они итак, контейнер и видеокассета мы так часто сюда возвращаемся что нам скоро сделают скидку как постоянным следователям ха-ха давай посмотрим, как следует этот пластиковый контейнер давай рассмотрим, как следует этот пластиковый контейнер извините и выясним, зачем он нужен а когтяузеру понравится эта запись в видеонаблюдении он обожает смотреть телевизор хе-хе так исследуем запись что ж, давайте изучим этот грязный пластиковый контейнер уж сколько хлама мы изучили кажется мы просто его помыли или протерли этот пластиковый извините этот пластиковый контейнер таблетница мне сразу так и показалось что это либо таблетница, либо крохотный лоток для копиков льда будет неплохой подарочек для когтяузера ибо теперь еще когтяузер будет это изучать как он успевает и сидеть на ресепшене до у входа и еще заниматься исследованиями на две ставки работает что ж, узнаем результаты исследования записи видеонаблюдения ребята, на записи видеонаблюдения видно, что преступник маленького роста это уменьшает круг подозреваемых, ха-ха ты опять подкалываешь маленьких зверьков? самая малость какие дела ну, значит это точно не лось у нас тут есть лось, да? а, его и не было ну, точно не зебра и точно не леопард это может быть либо сурок сам сурок либо вот этот забыл, как ее зовут либо вот этот а, ну, сейчас узнаем либо выдра либо землеройка либо сурок хорошо, что там нам дальше надо делать-то? а, закончим исследовать таблетницу что мы узнаем из этого? ребята, эта таблетница принадлежит Филу он держит там свои успокоительные да, я угадаю на эту мысль тебя навела надпись успокоительные пилюли Фила нет я снял отпечатки когтей отдал части вещества на анализ и провел криминологическую экспертизу вот теперь я чувствую себя глупо да шучу я шучу тут на дне написано успокоительные пилюли Фила хе-хе-хе а может быть мало ли что там написано это же еще не обязательно значит что так оно есть может его кто-то подставить решил теоретически я думаю такое возможно Фил, ох, прости, мы не хотели тебя пугать вот твои успокоительные таблетки ох ты господи, спасибо они мне так нужны я до смерти боюсь своей тени ты боишься собственной тени? ну да, ты же сурок морковка, ну что за глупые стереотипы? хотя в данном случае это чистая правда а как это может быть связано с ограблениями? действительно, как? все вроде исследовали давай проведем задержание ух ты, мы готовы задержание провести так обвинить итак, особенности преступника коллекционирует старинные монеты короткая шерсть играет на гитаре сильная аллергия и маленького роста последний признак отсеивает зебру и леопарда просмотрим других так, у него короткая шерсть ну, кажется, да насчет аллергии, честно говоря, не помню ну как, другие вот это точно у этой точно есть аллергия раз этот значок есть и, наконец, выдра ну, у него у него не короткая шерсть видимо, да? стоп а он не коллекционирует старинные монеты больше всех признаков сходится на этой землеройке и лане так что придется обвинять ее все совпадает ты виновна в том, что ты маленького роста и ладно, ты арестована за ограбление ломбарда Фила а че у нас сразу на ты перешла? они что, подружились? почему не вы? ну ладно из-за ограбления ломбарда Фила и из-за еще одно ограбление ломбарда Фила черт, я так и знала что третий раз уже не стоило да, как только я узнала, что Фил боится своей тени я купила черный спортивный костюм и он начал видеть свою тень несколько раз в день когда он испугался и терял сознание я грабила ломбард а как же еще было пополнять мою коллекцию старинных монет? работать что ли? хе-хе-хе да, это было бы страшно ну теперь у тебя будет много возможностей не работать в тюрьме или наоборот работать, смотря в какую тюрьму попадешь откроем же дополнительные задания самая странная часть этой игры, на мой взгляд ну офицеры вам удалось доказать, что это было ограбление, а не дыра в пространстве на временном континууме в котором пропадали ценные вещи браво пора заняться более важной частью нашей работы но еще все более важной у него явно странные какие-то представления о своей работе, на мой взгляд связи с общественностью вас искал Фил, выяснишь, что ему нужно Ральфина упоминала какие-то часы и еще Люций бормотал что-то такое я не обратил на него внимание приятно увидеть, что вы горите служебным рвением, шеф итак, поговорим с Филом о господи, как вы меня напугали я ищу мой успокаивающий талисман поможете мне его найти? он помогает тебе победить страх? неа неа неа, моих страхи победить нельзя но он их отгоняет спасите, им ломбард для этого интересно по какому принципу они поймут, что это и есть его талисман в том смысле тут столько хлама наверное все что им угодно может им быть ну вот например куча одеял может быть талисманом наверное о, оказалось да также газета может быть наверное с тем же успехом, что и куча одеял пакет, почему бы нет доска для серфинга зеркало теоретически все что угодно может быть этим талисманом скрипка мишка скрипка мишка скрипка мишка скрипка мишка скрипка мишка я вижу целую кучу одеял давай поищем в ней может там спрятан отгоняющий страхи талисман Филом а может быть это и есть он Еще бы знать, как выглядит этот талисман Искать было бы проще Вот уж точно, я тоже об этом сказал Я первый до этого додумался Изучить кучу одеял Ладно Так и осталось куча одеял Куча одеял, нашлось только куча одеял Давай отнесем Филу это маленькое одеяльце Оно такое милое О да, милое одеяльце Это равно то, что нужно для счастья Грызуну средних лет А зачем только одно Одно из одеял Остальные не его что ли Опять таки Он же владелец ломбарда Это же его собственное Получается Помещение Фил, мы не нашли никаких талисманов Зато обнаружили очень миленькое одеяльце Моя прелесть Этим одеялом я накрывался в детстве Это и есть мой талисман против страха Пусть только эта злая старая тень Попробует теперь до меня добраться Кажется, теперь я знаю про Фила слишком много Хе-хе-хе Да, ничего страшного, наверное, в этом нет Что ты знаешь Так, теперь мы поговорим с Ральфиной Что же нам эта зебра расскажет Офицеры Какая чудесная встреча Понимаете, мне ужасно понравились часы в ломбарде Я даже заплатила за дефилу, но забыла их забрать Вы могли бы принести их мне Я буду ужасно благодарен Удивительно, походу в этом мире зебры красят губы А вот кролики нет Ну, кроликов губы, видимо, и так розовенькие Ладно А мы будем ужасно рады вам помочь Посетим главную витрину Еще раз Часы Вижу, грязные часы Да, это и есть оно Знаг зебра Это он, что ли? Почему зебра? На зебру не очень похоже Ладно И это... Какая же это чашка, если это кепка? Странный перевод, что ли? Или нас так захотели запутать? Мы нашли часы Кажется, они очень дорогие Но сперва надо их почистить Запросто Мне как-то приходилось чистить большие настольные часы Что ж, изучим эти грязные часы И мы получили чистые часы Вот так, сюрприз Это вполне могут быть часы Ральфины Спорю, что Коктяузер сможет сказать наверняка Спорю, что ты права Может просто спросить у Ральфины Это ее часы или нет? Итак, поговорим с Люцием Который чувак Народ Люцием нужен барабан для обучающего видео Но Люци забыл драм-машину Люция в ломбарде Люци забыл драм-машину Люция в ломбарде Ну, если встречишь Люци И передай, что мы ее найдем Хе-хе-хе Я думаю, это он так высмеял То, что Люци говорит о себе В третьем лице постоянно Что ж, посетим прилавок ломбарда Вот, наверное, микросхема Это и есть то, что он ищет Детали драм-машины Детали драм-машину Мы нашли детали драм-машины Надо ее собрать О да, наш долг помочь Люцию Шуметь как можно громче Хе-хе-хе Итак, закончим исследовать дорогие часы Ребята Это совершенно точно часы ральфины Ее имя там сзади написано У тебя есть фотка, где она их носит Или она сама тебе сказала Хе-хе Весомый довод Ладно, закончим изучать детали драм-машины Мы собрали драм-машину Но теперь она вся грязная Давай ее почистим перед тем, как отдать Отдавать лицу Давай Нельзя, чтобы он играл на грязной драм-машине Может ему нравится играть на грязной драм-машине Может он сам ее испачкал Вы за него решаете На какой драм-машине ему играть Фактически это просто повод Чтобы еще раз провести исследование Ну вот Драм-машина такая чистая Что с нее можно есть Хотя лучше все равно это не делать Давай скорее отнесем ее Люцию Чтобы мир насладился его обучающим видео Хе-хе-хе Так, теперь мы поговорим сначала с Ральфиной, например Привет, Ральфина Вот твои дорогие часы Дорогие? Господи боже Чего вы так решили? Я за них заплатила доллар сорок семь центов Значит полиция Зверополиса потратила на их восстановление Больше, чем они стоили Капитан Буйволсон будет в восторге Я вам давно говорю Вы фигней маетесь Ребят Но зато нас наградили пирожком И поговорим с Люцием Народ, спасибо, что вернули Люцием в его драм-машину Хотите тоже сняться в обучающем видео в лице? Это не совсем то, к чему мы привыкли Что скажете, офицер Уэлд? Нет, спасибо Мне это все по барабану Отказывайтесь от такого предложения Эх вы И теперь мы откроем новое дело А это наконец-таки закроем На этом пока все, дорогие друзья Спасибо, что посмотрели это видео И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...